МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работа над проектом шла два года. За это время автору удалось запечатлеть много разных историй из мирной жизни в военных условиях. На фотографиях спасатели, военные, врачи, педагоги, журналисты, представители культуры и искусства. С каждым из них автор знаком лично. Очень важная фотография, я считаю, это фотография Владимира Жоги, покойного героя, первый герой России. Мы с ним тоже очень дружили, хорошо общались. И, наверное, тоже где-то в 21-м году это все было в мае, в июне, вот летом хорошо было, тепло. И я помню, с ним в этот день еще шашлыки потом устраивали. В общем, да, такая хорошая была теплая встреча. И вот я очень рад, что мы успели вот эту фотографию сделать. Сначала выставку представили жителям Донецка на бульваре Пушкина. Но после ракетного удара некоторые фотографии пострадали. Потом экспозиция проделала большой путь и оказалась в столице. Теперь ее можно увидеть и на центральной площади Одинцова. Мы планировали до 10-го числа сделать эту выставку. Выставка оказалась очень востребованной. И люди просят, чтобы мы ее расширили, растиражировали. Сейчас вот мы договорились с фотографом. И мы в ближайшие дни добавим фотографии, потому что мы только часть выставки показали. Еще есть что посмотреть. Выставку «Люди Донбасса» автор называет живой, потому что она постоянно обновляется. Работать над ней он продолжит и дальше. На декабрь запланирована еще одна поездка в Донбасс за новыми историями и, конечно, фотографиями. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.